Союз Нерушимый Республик Свободных Союз Нерушимый Республик 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 Перерастают в вооруженный конфликт Между сторонниками центральной власти И группировкой объединенной оппозиции Год 2012 Республика Вступила во всемирную торговую организацию Таджикские гастарбайтеры В основном работающие в России Отправили на родину более Трех с половиной миллиардов долларов 2013 Опубликована национальная программа По социальному развитию молодежи Ее появление продиктовано Высоким уровнем безработицы Среди людей моложе 30 лет 2014 год Ввод в эксплуатацию двух агрегатов Салктудинской ГЭС-2 Способной вырабатывать до 1 миллиарда Киловатт в час электроэнергии Продолжается строительство И модернизация крупнейших гидроэлектростанций Республика Таджикистан Самая маленькая по территории Из всех государств Средней Азии Определяя таджикам место на земле 143 тысячи квадратных километров Аллах щедро наполнил эту территорию Полезными ископаемыми Золото, серебро, цинк, свинец, медь, уран, железо Марганец Месторождение угля, газа, нефти, мрамора Строительных материалов Недра Таджикистана Своеобразная иллюстрация таблицы Менделея Всевышний позаботился и о том Чтобы эти дары не давались таджикам слишком легко 93% территории страны Горы высотой от 300 метров до 7,5 километров Добыча грамма золота или тонны руды Здесь требуют огромного труда Настоящие бриллианты таджикской природы Это реки, озера и ледники А вода, как известно, не только источник жизни Но и аккумулятор энергии По ресурсам гидроэнергетики Таджикистан занимает одно из первых мест в мире Сегодня эти возможности используются всего на 5% Спрятанная в предгорье Памира страна Имеет богатую многовековую историю Фердауси, Авиценна, Рудаки, Амар-Хаян Созвездия поэтов, ученых, философов разных эпох Свидетельства высокой национальной культуры Ну это они белые, это белые, интересные такие У нас в Беларуси белый это боровик Знаете, такой самый вкусный Самый такой царь всех грибов называется Но зато я вижу еще очень редкие Для наших белорусов Тута называют его, да? По секрету скажу Армяне из этого делают Самая вкусная водка у них Тоже ж, ваша ж, правильно? Таджикская Это ревень Мы недавно в гостях были В офисе Нас угощали им, чистили, да? Чистили от него И говорят, очень много витамина С Витамин С здесь, да? Скажите, вот эта вся продукция здесь представлена Она местная? Все таджикская? Все таджикская Вот это старовшанский ежун Вот это южнский, сташки Миндал-южнский Вот это садийский Это старовшанский, садийский област Памирский орех Памирский, да? Можно я его попробую по-мирски? Почему Таджикистан так далеко от Беларуси, а? Спасибо большое Привет вам от белорусов Приезжайте к нам, отдыхайте У нас весна, самые лучшие У нас весна Приезжайте, смотрите, отдыхайте Обязательно Спасибо, спасибо Скоро у нас яблоки, винограды, арбузы, дени, гранаты Это все наши таджикистан Это живой Вы так волшебно всех заманиваете Что я не знаю, через месяц, наверное, пол Беларуси приедет к вам Я вас угощаю что-нибудь, подождите Не надо, я вас прошу, не беспокойтесь Вот это сам и полезный товар Спасибо большое, спасибо большое Еще раз, всех благ вам До свидания До свидания Слушайте, меня сейчас милиция есть здесь Меня лица не арестует? Нет, нет, нет Это взятка, это взятка Это что такое? Угощение нашим, нашим угощение вот туда поставьте Ну вот Вот как тяжело Ой, как тяжело Я на попрощайку не похож? Нет, нет, нет Это от чистого сердца Самое дорогое, что есть в жизни, да, это хлеб А, и смотрю, одни барышни торгуют им Русские еще помните? Да Конечно У чашки, вот лепешка таджийская хорошая Вот молочный, вот самарканский лепешка И куда не пойдешь, везде все вот гости зовут В Средней Азии гостеприимство – национальная черта многих народов Испокон веков здесь считается постыдным не приютить путника Или оставить голодным гостя Говорят, таджикское гостеприимство скромное, непоказное Вас просто приглашают в дом на плов, пелу, чай Видимо, солнце и горный воздух делают местных людей такими светлыми и открытыми Экономический кризис в первые годы независимости нарушил привычный порядок вещей Вызвал гражданскую войну и разруху Но Таджикистан выстоял Уже в мирной стране запустили современную промышленность Здесь добывают и перерабатывают руду и драгоценные камни А продукцию таджикского алюминиевого завода Адрасманского свинцово-цинкового комбината Совместных таджикско-британских предприятий по добыче и переработке золота Знают и ценят за рубежом Но самая доходная отрасль традиционно связана с хлопком и шелком Душанбийский текстильный комбинат Он был основан в 1942 году Это как раз тот случай, когда рационально в этой стране использовали тот экономический потенциал, который был еще в советские времена Мало того, он занимал второе место в бывшем Советском Союзе в современном Таджикистане Это предприятие продолжает успешно функционировать Это автомат? По-русски говорите? Как вас зовут? Шарифа Шарифа? Давно работаете здесь? Да, 4 года 4 года, довольны? Да А по секрету скажите, зарплата хорошая? Да, 20 тысячи я получила А сколько это в долларах, если перевести? 20 долларов 200 долларов получается Посмотрите, молодой джигит какой утюжит Вот я видел, давайте проделки его возьмем Вот она, гордость Табликистана, да? Как тебя зовут? Аджимурот Аджимурот, сколько тебе лет, дорогой? Он у нас, значит, 16 лет А, ученик? С рабочим днем Работает и очень хорошо освоил эту профессию Можно ли сказать на его примере Что это как раз вот тот случай Когда молодое поколение современного Таджикистана Просто не шляется, извините за это слово, где-то без дела, да? А вот нашел себе работу и возможность Уже в таком возрасте вот это заработать Да Между прочим, то, что он зарабатывает Люди, которые ездят в эмиграцию и там зарабатывают Он здесь в такие же деньги Такие же деньги, да Вот, это здесь все продукты нашего комбината Которые здесь вот выставлены И униформа, я смотрю, там, да? Все это сделано из нашей хлопчатой бумажной ткани Чистый хлопок Сто процентный чистый хлопок Сделанный на нашем комбинате И сырье в основном тоже все отечественное Да, да, так и сказать Сегодня государство Азии, в том числе и Таджикистан Современные светские страны Естественно, со своим укладом и традициями В августе прошлого 2015 года В Душанбе прошла первая в истории Таджикистана Неделя современной моды Душанбе Fashion Week Идею предложили, как и положено на Востоке, мужчины Но уплотила ее женщина Моблюда Хамраева Талантливая бизнесвумен Знаете, мы разыскали эту женщину И сейчас идем к ней в гости Здравствуйте Здравствуйте Моблюда Ханум Здравствуйте Скажите, пожалуйста, на что вы делали ставку? Все-таки восточная сторона Как вас принимал зритель? Если честно, это новшество для Таджикистана И мне бы очень хотелось, чтобы Таджикистан в этой сфере развиваться начал И эту работу мы уже 20 лет ведем Но дошли до Международной недели моды Вот только недавно, благодаря хакумату города Душанбе Это эксперимент соединения западной культуры и восточной культуры Потому что запад от востока никак невозможно разделить Все равно все это смешивается И этот эксперимент, он вдохновляет меня Я все время работаю в этой связи Сейчас я вам покажу еще ткани, которые производят наши Это сюда что? Это адрас Вот Это атласы, адрас Это натуральный шелк Склопка Ну, есть спрос? Главное, так сказать, есть Вот это показатель уже Спрос есть, потому что сейчас бум просто Национальная одежда И вот именно такой вот Это тренд этого сезона Но с национальным нормальным Это тоже продвижение своей культуры Одежду молодежи нынешней, допустим И хочу опыт набраться Потому что на самом деле ваша экономика идет вперед Благодаря и вашему руководителю Благодаря и тем мерам, которые у вас Там, допустим, именно поддержка, экономическая поддержка И бизнесменов, и производственников Как бы этот опыт внедрить в Таджикистан Мне очень этого хотелось У торгово-экономического сотрудничества Беларуси и Таджикистана Есть будущее В этой центрально-азиатской стране мы покупаем хлопковое волокно В основе белорусского экспорта в Таджикистан Сельхозтехника и мебель, обои и кондитерские изделия Бутовые товары Развивают наши страны и научно-образовательное сотрудничество С 2012 года работает совместный инженерно-технический факультет БНТУ И Таджикского технического университета Еще одно наше белорусское косметика Приятно Между прочим, в одном из самых престижных районов Душамбе Это настоящий центр того еще советского Который всем, кому за 30, за 40 очень дорог А народ вообще спрашивает белорусскую продукцию? Знаете, я сама люблю белорусскую косметику Потому что она очень качественная То, что белорусская продукция широко представлена И в широком спектре здесь, на таджикистанском рынке Мы убеждались повсюду Очень приятно было, когда мы разъезжали по городу Видеть рекламы нашей продукции И вот, пожалуйста, еще одна Наша меловица Ну, попытаемся сейчас узнать Как идет продукция в этой стране Здравствуйте Салам алейкум Вот из Минска приехали Для честного разу, у нас почти 15 лет эта фирма работает Нелается белорусская, чем и качество Но хватает ли у людей возможности покупать нашу продукцию? Белорусская продукция никогда не экономит у нас Потому что это всегда доступно И всегда человеку нужна, женщина нашим, девушкам Самое главное белорусскому народу Это счастье, долголетие Сам говорит, что мир над головой был И сам говорит, что береги свое здоровье А остальное все купят Спасибо, всего доброго Казалось, в спокойном Таджикистане конца 80-х Ничего не предвещало беды Ни волнений, ни столкновений Обсуждение в обществе идей национального возрождения Вот уже несколько лет считалось больше теоретическим спором Но 12 февраля 1990-го центральная улица Душанбе оказалась полностью парализованной Площадь Озоди Раньше она называлась площадью Ленина Именно здесь разворачивались самые трагические события новейшей истории Таджикистана Оппозиция вывела десятки тысяч своих сторонников на эту площадь И буквально через считанные дни началась самая, что не есть настоящая Братоубийственная гражданская война Главное требование собравшихся к руководству республики Снизить уровень безработицы До сих пор ведутся споры, кто открыл огонь Начались погромы, поджоги и мародерство Древняя таджикская поговорка гласит Если мир не мирится с тобой, ты мирись с миром 27 июня стал для таджикского народа праздником И отмечается он как день национального примирения Так какой же ценой заплатил таджиковский народ за этот праздник? Казалось, все выступали против всех Коммунисты против исламистов Выходцы с юга против уроженцев севера Провинция против столицы Ни одна из республик бывшего Советского Союза не пережила подобного испытания За пять лет четверть миллиона таджикских жен овдовели 53 тысячи детей стали сиротами 900 тысяч жителей Таджикистана сегодня вынуждены более покинуть свою родину по разным причинам Ну и в первую очередь, конечно же, в поисках лучшей жизни Денежные поступления от трудовых мигрантов в России сокращаются на 40% С 4 миллиардов долларов в год до 2,5 миллиардов Экономика Таджикистана остается наиболее зависимой от миграции Молодые люди не могут найти себе места для самореализации И существует большой миграционный поток Ты помнишь времена, когда было страшно В родном Душанбе, не говоря уже про регионы? Я застал это время, мне как раз было порядка 7 лет Мы прятались в подвалах, потому что где мы жили раньше Посадили боевые действия Потом мы выходили с друзьями, собирали патроны Но мы выжили За всю новейшую историю не раз приходилось переносить и переживать серьезные испытания Всем, без исключения жителям Таджикистана Я думаю, что лучше всех, наверное, нам об этом расскажет человек Которого по праву можно назвать легендой и гордостью Олег Пелькевич, наш соотечественник, белорус Вырос в многодетной семье, офицер В Таджикистане уже более 30 лет Фактически свидетель всей новейшей истории этой страны Когда война заставила целые семьи бежать из родных мест, он остался Что побудило вас остаться? Ну что побудило остаться? Во-первых, я военнослужащий Наш военнослужащий Он имеет обязательство стать перед государством, перед руководством Перед этим народом, в котором мы живем Это в первую очередь, конечно Это оговоренные присяги, во всех уставах Тяжело было Всем было тяжело, всем 100% И у всех малые дети, и у всех как бы И с работой проблема была Но старались друг другу помогать Независимо откуда ты приехал, где ты родился Какая у тебя там в паспорте национальность Мы служили и служим по сегодняшнему днюю Таджикистан стал для нашего соотечественника второй родиной Как и его друзья, соседи Олег за мир и благополучие на таджикской земле Но динамично развиваться этой стране гораздо труднее, чем той, которая не переживала такую кровавую войну Среди тех, кто остановил братоубийство, был нынешний президент Имамали Рахмон Крылатая фраза, которую он сказал 19 ноября 92-го года Он сказал, я принесу вам мир Стратегия его роста И я не могу судить президента, не могу что-то говорить Но я вижу динамику Он сказал, сделал Мы жили в Союзе, у нас были совместные предприятия У нас были там какие-то договора Это была взаимозаменяемость какой-то продукции Сейчас мы сами можем что-то содержать и можем развивать Так хочется от всего сердца пожелать вашей стране, вашей молодежи Жить, радоваться, творить, созидать во благо своего отечества Хай квитнее, Таджикистан! В 2011 по 2014 годы этот флагшток, на котором укреплен национальный флаг республики Таджикистан, входил в книгу рекордов Гиннеса Его строительство началось 24 ноября 2010 года, в день, когда вся страна отмечала праздник национального флага А строительство завершилось 30 августа 2011 года по знаменованию 20-летия независимости Таджикистана Добрый день, гость в один мэр из Беларуси приехали Да, в Беларуси для меня не чуждо, я проходил там практику, полгода же Я жил в общежитии университета, напротив принадлежа обвинения креста Я там работал грузчиком, вот у меня память от Беларуси Да, вы что? Без руки не осталось, я работал грузчиком На сегодняшний день, как вы оцениваете наши взаимоотношения? Во-первых, мы наравне со своими взаимоотношениями, говорим, со своими взаимоотношениями вашей республики Поверьте, более того, та грузба, о которой вы говорите между нашими президентами Это очень искренно, очень деловая и очень осознанно Они оба прошли из народа Их обоих можно назвать президентами от народа Они действительно делают максимум возможным, чтобы народу было лучше Мы, Душанбе и Миск, обратимые города Так что всем Минчанам наш искренний, дружеский привет Вам дальнейшего просвета, прогресса Держитесь, мы всегда рады за вашу успеху Спасибо, спасибо, спасибо большое Самая маленькая республика Средней Азии получила от Советского Союза предприятие легкой и пищевой промышленности Цветной металлургии, металлообработки Развитую по советским меркам систему образования и здравоохранения Но, пожалуй, главное наследство – электроэнергетика 1961 год Начало всесоюзной ударной комсомольской стройки Нурекской гидроэлектростанции Работы шли 18 лет Последний энергоблок дал ток в 1979 Все эти годы символом белорусского участия в грандиозном строительстве были белазы Более тысячи машин Красавец наш Вот на таких 60-х годах прошлого столетия работали наши отцы Для сооружения плотин таджики еще в советские времена научились использовать горные массивы Глубокие ущелья, быстрые полноводные реки – идеальные условия для гидроэнергетики Гидроэнергетика была составляющей экономики этой республики В новейшей истории ситуация не изменилась Мы находимся на Нурекской ГЭС Она является лидером в Центральной Азии И входит в 20 крупнейших гидроэлектростанций мира Байлазинская, Кайракумская, Сандгузинская, Варзопская ГЭС Это крупнейшие производители электроэнергии Таджикистана Нурекская на реке Вахш – самая крупная Ее доля в объединенной энергосистеме – 75% Это, можно сказать, сердце ваше Нурекская гидроэлектростанция – это самая крупная электростанция Республики Таджикистан и Центральная Азия У нас очень большой гидроэнергетический потенциал Этот потенциал еще полностью не используется Всего на всего используется 3-4% Как будем строить Рагунский ГЭС Мы полностью себе обеспечим электроэнергетический путь Энергетический потенциал Практически весь Советский Союз От Прибалтики до Крайнего Севера Обеспечивал ударную комсомольскую стройку Комплектующими, стройматериалами, техникой Тот, кто сегодня работает на Нурекской ГЭС До сих пор с теплотой отзывается о людях Которые в 60-е годы приезжали сюда возводить электростанцию Да, Нурекская гидроэлектростанция Это станция дружба народа В строительстве нашей электростанции Участвуют все представители всех советских республик В том числе большой выклад вынесли представители Беларуси Сейчас я Опа! Ассалам алейкум всем Из Беларуси приехали Очень приятно, очень приятно Доброго позвала вас в городу Нуреку Спасибо Зато потом скажете, что еще из Беларуси приехали, да? Тоже помогали Наши братья, да? О, вот это красивые слова Кому нести? Так, красим Вымазались, но ничего, зато приятно Гессарская крепость Три с половиной тысячи лет Эти места считаются колыбелью таджикской нации По историческим находкам Археологи пришли к выводу, что люди здесь жили 40 тысяч лет назад Крепость находится в центре Гессарской долины На протяжении тысячелетий Эта плодородная земля была лакомым куском для многих завоевателей Эта крепость В давние времена Была символом таджиков Это была древняя столица Южного Таджикистана 21 раз Завоевали этот город Но они заново все восстанавливали Заново тут жили Вот до недавнего времени Можно сказать, до Советского Союза Этот город был столицей В 1924 году В 1924 году именно здесь, в Гессарской долине У ворот этой крепости было объявлено Отныне в Таджикистане установлена советская власть Столицей Новой Советской Республики Объявлен Душанбе Древнее поселение на перекрестке торговых путей В Душанбе просто существовал небольшой кишлак Где по понедельникам Шла обычная торговля И в переводе с таджикского Душанбе Возначает Понедельник То есть у вас две столицы Одна историческая, а вторая Та, которая сегодня, современная Что принесла советская власть Не только таджикам, а вообще всей Средней Азии? Образование, процесс, градостроительство Все это произошло на территории Таджикистана Именно в советское время А до советского периода там не было ничего И беря пример с того периода Мы строим сейчас наше будущее Даже в годы независимых За два года население Таджикистана Вырастает почти на 400 тысяч человек И достигает 8 миллионов 600 тысяч Каждый третий житель в возрасте до 14 лет Здесь всегда многолюдно Что есть простое свидетельство И доказательство тому Как таджики относятся к своей истории К своим традициям, к своей культуре Такие исторические места, что называется Тропа не зарастает Среди посетителей много школьников И в этом нет ничего удивительного Уважать традиции и национальную культуру В Таджикистане приучают с молодым Но молодые таджики восприимчивы и к другим культурам Русский язык, например, учат с удовольствием Правда, было время, когда и количество русских школ И численность самого русскоязычного населения Существенно сократились Помахали? На сегодняшний день В целом в стране осталось всего лишь 56 русских школ 26 из них находятся в Душамбе Одну из которых мы и собираемся сейчас посетить Современная статистика Сегодня в Таджикистане лишь 40 тысяч русскоязычного населения В конце 80-х было почти полмиллиона Уезжали по разным причинам В основном из-за ужасов гражданской войны И выходок радикальных исламистов Таджикистан потерял тысячи квалифицированных врачей Инженеров, ученых Откуда у тебя такое стремление к русскому языку? Я отличен по-русскому языку Но русский язык у нас очень хорошая Хорошая, да? Ты веришь, что тебе русский язык в жизни пригодится потом? Английский тоже Английский тоже, ну ты молодец Это у нас новый таджик, я так понял, да? А кем хочешь быть? Дипломатом или юристом или глядчиком Слушай, ну на дипломата ты явно смахиваешь Юрист из тебя хороший получится Я сомневаюсь Пилотом сомневаешься? Да Почему? Опасно, не страшно Удачи тебе, всех благ У нас большое значение придается русскому языку в республике И у нас несколько школ, я не сказала, порядка, десятка школ, которые имеют двухязычное образование То есть есть классы с русским языком обучения и классы с таджицким языком обучения Мы стараемся воспитывать своих детей так, чтобы это была любовь к родине, любовь к отечеству Вы знаете, возродилось вот это все заново Уже видно по вот тому, что у нас в республике сейчас происходит Видно, что этому придается большое значение Мой родный вкус, жаднение, милые, забытьте, не волнуйте Силы Браво, сами себе похлопали АПЛОДИСМЕНТЫ Так что у вас еще школа и с белорусским уклоном Вы не против? Нет, не против Я не согласен Я еще с вами еще 10 минут побуду, так вы вообще белорусами станете, да? АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо До свидания, ребят. В независимом Таджикистане любят и ценят спорт. Традиционно сильны единоборства, но и игровые виды становятся все популярнее. Сейчас очень сильная федерация футбола. Республика занимается развитием детского футбола. Легкая атлетика, борьба, бокс. Основные виды, олимпийские виды, они в приоритете. Конечно, такие виды, как тэквондор. Не надо забывать, у нас очень много ребят, которые не олимпийских видах спорта занимаются. В принципе, спорт развивается в стране. У меня сын играет в юноша за 99-й год, 2000 года рождения, в Минском Динамо. Как приятно. Очень приятно. Я знаю, что у вас тоже с Беларусью связывают много чего, да? Да, я, когда закончил Таджикистанский государственный университет, начинал службу в должности командира взвода, моторского взвода. Поисковой сейчас 61-450, в городе Слоним, Гродненской области. Чем запомнилась Беларусь? Во-первых, я хочу людьми. Прекраснейший народ. Вот такой, поверьте мне. Это у меня до сих пор, у меня дочка родилась, она так ее называет, Олесия. Да вы что? Я жил на... Таджичка и назвали Олесией? Да, она мне родилась, и через день операцию делали в городе Гродно. Ага. Самоавиацию вывезли туда, и профессор, который назвал операцию, он не назвал ее. И я не стал говорить, это Богом суждено так и быть. С метателем молота Дилшодом Назаровым мы встретились незадолго до Олимпиады в Рио. Он уже получил путевку на игры и активно тренировался. Пройдет всего несколько дней, и Назаров, последняя надежда своей стороны в Бразилии, все-таки станет олимпийским чемпионом. Это будет первое олимпийское золото независимого Таджикистана. Свою победу спортсмен посвятит отцу, погибшему в гражданскую войну. Ну вот памятные, наверное, и те тяжелые времена. Они не могли не задеть и спортсменов. Как было тогда? Ну, если говорить честно, то, конечно, было тяжело. Было тяжело сейчас, конечно, благодаря нашему президенту и правительству. Мы, можно сказать, шагнули вперед очень сильно. Я, если буду брать только спорт, спорт, сегодня, можно сказать, уровень вообще спорта у нас очень вырос в республике. Очень много залов открылось, стадионов строятся почти каждый день, открываются какие-то новые стадионы. И радует то, что молодежь сегодня, она стремится заниматься спортом. Это, мне кажется, самое важное. Бускаши – испытания для настоящих мужчин. Каждый год, вот уже сто лет подряд, самые смелые, сильные и ловкие парни в честной схватке определяют лучшего среди лучших. Соревнования очень напоминают борьбу, но это, скорее, бескомпромиссный бой, и победить может только сильный духом. Очень скоро вы в этом убедитесь. Здравствуйте всем! С праздником! Бускаши в переводе – перетягивание козла. Игра родилась как вид подготовки конных воинов к реальным сражениям. В круг бросают обезглавленную тушу козла или теленка. Задача всадника – подняв тушу с земли, провести через поле и бросить за воротами. В качестве призов победителям вручают овец, верблюдов, лошадей, ковры и даже автомобили. Вот сейчас начинается самый кульминационный момент этого мероприятия, этого матча. Вот смотрите, сколько наездников! И лишь одному удастся прийти к заветной мечте. Да, зрелище поистине неописуемо. Очень-очень красиво и очень мужественно видно, что там настоящие джигиты. Но сейчас мы попытаемся пойти в гущу событий. Насколько нам удастся, не знаем. Но очень хотелось бы побеседовать с кем-то из победителей. Ну а самое главное, нас ведут показать, какие замечательные призы ждут поистине этих отчаянных и очень смелых джигитов. Это мы сейчас идем фактически по полю, да? Побыстрее, да? Говорят, побыстрее. Идут они на нас. О-о-о, ура! Вот сейчас самое интересное начнется. Салам алейкум! Ну как вам, не страшно? Дима, это мелочи, да? Удачи! Дима! Чуть не смели нас. Не столько меня, сколько оператора Диму Латса. Но он живой, Дима. И посмотрите, какой обрыв. То есть как они рискуют. А вот трофеи. Это трофеи, я так понял, для победителей? Да, да. Еще машина, которая есть, там есть, вот, джигули 97-й. Скоро вот этот Василий Алибабаевич достанется одному из наездников. Здравствуйте! Как вас зовут? Меня зовут Ахмед. Ахмед, сколько вам лет? 76. 76 лет. И вы участвуете вот в этих соревнованиях? И смотрю на... С такой улыбкой. Ну как? Не удалось победить пока? Нет, все. Впереди идет лидер. Впереди лидеры все ждут, когда он... Вот победитель, к нам мчится победитель. Ах-ха-ха. Ас-салам алейкум. Как зовут, брат? Уман. Ой, устал Уман, да? Умар, ну победил достойно. А вот как раз находится. Смотри, вот он, вот он, вот он, вот он, вот он каюш. Смотри, находится. Ну с победой, что тебе досталось? Лошадь. Лошадь, да, досталась? Лошадь победила. Что значит, как за победителем все тянутся, да? Да, да. Новых тебе побед. Ай, бедные, ждут своей участи, да? И каждого по очереди. А, призы! А, призы тогда можно. Это да. Вот призы. Вот они еще призы. Здорово. Сколько он весит? Ну, стоп. Сколько весит? Стоп, почти. Вот этот самый главный атрибут этого поединка. То есть наездник должен суметь поднять его и на скаку провести до указанного места. А сколько приблизительно бывает вот это вот до этого места? 200-300 метров. И все стараются отбить у него, да? Бедного этого барашка. Да. Надо отметить, что 93% территории понимают горы. И поэтому можно только догадываться и понимать, что движет этими людьми, которые умудряются в таких невероятно суровых условиях все-таки не только жить, но и созидать. Они используют любой метр, сантиметр своей родной земли для того, чтобы дарить друг другу праздники. Праздники подобны сегодняшнему дню. Еще совсем недавно здесь были тоже горы, да? Да, конечно. Значит, ребята, вот так они своим трудом, своими деньгами прямо здесь вот начали строить этот стадион. Прямо вот здесь, смотрите, сколько деревьев. Почти 12-13 тысяч деревьев здесь посадили. А здесь вода нету, вода нету. Вот отсюда, почти 6 километров они привезли, эта вода через шланг, трубой. Сколько здесь болельщиков собираются? Ну, почти, если его читаете, если читаете одну сторону, почти миллион болельщиков. Вот, пожалуйста, посмотрите, сколько вот мест. Это сейчас вы хотите, это пол Таджикистана соберется здесь? Не только пол Таджикистана, пол мира мы хотим здесь, чтобы... И часто здесь соревнования проходят? Конечно, вот каждый год 2-3 раза вот соревнования по регионам. Это тысяча... ...сот пятьдесят метров от уровня моря. Да. И дышится нормально? Бедные, они устали уже с сегодняшнего дня. Нам хотелось бы побеседовать с человеком, который является одним из организаторов подобных мероприятий. Ас-саламу алейкум. Ас-саламу алейкум. Ас-саламу алейкум. Ас-саламу алейкум, здравствуйте. Здравствуйте. Ну, как вам удалось все это организовать, а? Откуда силы берете? Это у нас обичья. Перепки обичья. Ну, это народ, который у нас есть, это давно. А казадран у нас сами обичья. Спасибо вам за этот праздник, за то, что вы вот вновь, знаете, новую волну какую-то вдохнули. Ваш родной аул, ваши родные места. И дай бог, чтобы здесь был мир, чтобы в каждой семье был праздник. И чтобы на ваши праздники проезжали друзья. Как это сделали мы от нашей родной, любимой Беларуси. С детских лет не скрою, так любимый мною город мой. Звонкие арыки древние, чинары гордые. Бьется, как тропинка, речка душанбинка горная. В ней звенит эхо всех долин, где тюльпаны нежно цветут. Пусть где-то на земле редкой красоты есть города. Но только душанбинка в сердце сохраню я навсегда. Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok